Пока в Иркутске на дорогах жарко, на других трассах очень холодно. Настолько, что у автомобилей даже замерзает топливо. Именно в такой ситуации оказался дальнобойщик, перевозивший груз из Братска в Красноярск. Из-за сильного мороза солярка буквально застыла, а двигатель заглох. Мужчина обратился в единую диспетчерскую службу. К нему на помощь отправили сотрудников ГИБДД. Они напоили замерзающего водителя горячим чаем, помогли ему разместиться в гостинице, а также транспортировали его грузовик до стоянки. Поездка по одной из дорог в Иркутском районе – еще то испытание. Но скоро это останется в прошлом. Участок, ведущий к поселку Мельничная Пать, наконец реконструируют. Подробности у Анастасии Смирновой. Эти крутые виражи не гоночная трасса, а дорога в Иркутском районе. Она ведет к поселку Мельничная Пать. Когда-то трафик машин здесь был совсем небольшим. Но населенный пункт застраивается, поэтому движение стало плотным. Даже возникают заторы. При этом сама дорога оставляет желать лучшего. Это, мягко говоря. Но скоро эта полоса препятствий превратится в ровное дорожное покрытие. В этом году участок реконструируют. Причем подготовительные работы уже идут. Сейчас тут вырубают деревья, чтобы расширить и убрать опасные повороты со слепыми зонами. Также в этом месяце рабочие начнут монтаж водопропускных труб. Поэтому для проезда организуют временный объезд. Реконструкция предразумевает изменение трассировки автомобильной дороги, устройство земляного полотна и устройство дорожной одежды. Основные работы начнутся после оттайки грунтов в весенний период 2022 года. 374 миллиона предусмотрено на эту реконструкцию. Помимо укладки асфальта на дороге обустроят ливневую канализацию. Она здесь жизненно необходима. Ведь весной из-за паводков дорога затапливается. Завершить деконструкцию трассы планируют к концу сентября. Анастасия Смольнова, Павел Рютин. Новости по будням.